все я я снова с вами извините пожалуйста здравствуйте здравствуйте да я вернулась ходила за доставкой мне привезли самый любимый пакет мне кажется которые любят девочка просто самый пришла моя доставка забрала кристина казарина одобрит извините ребята так что это это вы упали почему с россией не поехал в сша потому что она выбрала она выбрала мисс мира а почему она выбрала мисс мира я не знаю нет белье не покажу ответила уже лет девятнадцать в коробке нижнее белье волосы я не выравниваю они от природы у меня прямые не буду комментировать то что вы написали спасибо большое обрезала бы свои волосы на самом деле я экспериментировала два года назад у меня была длина лестнице начиналась она ну вот примерно с такого яруса и я могу сказать что мне просто напросто неудобно потому что всякий раз когда я голову вперед наклоняю они у меня на лицо падают это было самое красивое спасибо огромное не очень приятно когда в чату в чете я была что-то я недавно пролетала очень-очень я сказала по-тихому потому что другого выражения я не найду пролетала я 31 декабря поздравляла свою маму сестренку и бабушку с новым годом поздравляла их с новым годом и была я 31 и 1 в чете поэтому следующий раз когда я поеду я не знаю как ты относишься к критике в свою сторону спокойно если бы я реагировала слишком сильно на нее обижалась я не знаю принимал это близко к сердцу я бы не была сейчас там где я есть какие съемки намечаются еще начну с того что в декабре я сделала очень классный проект это видеоклип и я не могу пока говорить кто исполнитель но это очень достойная работа которая поедет на не буду проболтаюсь в общем еще один клип я сняла и здесь я работаю с одним тоже очень достойным дизайнером скоро вы все сами узнаете но пока что ничего рассказывать нельзя я работаю каждый день работаю не переживайте вы меня увидите губы красивые спасибо спасибо а ты кого моя да за байкале родную есть молодой человек нет никого мне нет умнее если еще молодой человек то я совсем не кажется спать не буду вообще в каком городе при живешь в москве до москве привет привет моя хорошая привет тысячи ты красотка привет хочется уже семью да на самом деле я в принципе тот человек который изначально у меня на будущее запланировано то что я хочу детей я хочу семью это безусловно но сейчас пока есть возможность я немножко позанимаюсь развитием и самообразованием а потом обязательно когда мы уже увидимся ты когда в москве будешь хорошая моя я сейчас в москве послезавтра улетаю я всегда пишу на своей страничке в инстаграме поэтому следи у меня сейчас три номера и мало кто мне может дозвониться потому что в питерске я оставила для работы Виолетта пролетай можно ли поехать на бис россию два раза знаете история была сидела я с бабушкой пила чай еще в чете была она сидела сидела смотрела на меня и говорит гнутя а когда ты у меня поедешь на россию я говорю в смысле я же уже была она говорит ну ты же не первое место заняла я так посмеялась она к тому что я должна еще раз приехать и занять первое место я говорю бабуля уже нельзя нет действительно мы не имеем права еще я очень хочу сказать кое-что я знаю что многие кто следит за конкурсами красоты очень хотят чтобы на международные этапы поехали участницы прошлых лет это невозможно невозможно едет только действующая вице мисс или мисс россия ты реально самая красивая была на вселенной спасибо огромное спасибо огромное спасибо огромное какое у тебя хобби много начиная с начиная с всевозможных катаний на досках я недавно встала кстати на сноуборд я очень собой горжусь потому что я очень долго хотела это сделать но никак не удавалось и буквально может быть две недели назад я покорила маленькую пусть но горку конный спорт большой настольный теннис все что связано с спортом в принципе психология курсы коуч тренинги риторика все 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 очень много всего зубы я отбеливала последний раз первый и единственный раз в принципе летом когда приезжала домой у меня мама стоматолог поэтому она только занимается моими зубами больше я их никому не доверяю поэтому максимально щадяще мне сделали отбеливание но я думаю что сейчас его уже нет и в следующий раз когда я в что-то прилечу обязательно его сделаю английский у меня очень хороший уровень изначально я поехала на конкурс интермедиент выше среднего у меня он даже был и благодаря практике которые получала в течение 20 дней я достаточно хорошо его подтянула и сейчас для меня не составляет трудности жить за границей школа закончила закончила я школу уже два раза успела в институт поменять не хотели бы попробовать себя в роли телеведущей не знаю я не знаю на самом деле сейчас все настолько интересно складывается каждый день что-то новое очень много интересных проектов которые я уже подписала согласие на то что я буду участвовать в них и есть несколько проектов за границей которые меня хотят пригласить в роли телеведущей я пока думаю кто это по знаку зодиака я телец у меня вопросы задерживаются извините холодно у вас у нас минус десять если не ошибаюсь в чату планируешь говорила что была я там 31 декабря и первого поэтому пока что нет где именно в чате отбеливала бабушкина 48 стоматологии если пойдете отбеливать то только к моей маме красивая до безумия спасибо огромное кофта отличная со вкусом спасибо а как зовут ее Евтушенко Светлана Николаевна одна в семье нет у меня есть прекрасная сестричка ей 8 9 лет ей 9 уже лет Александра красивый ангел не знаю что из нее вырастет но она очень красивая чеке паблик ммм А кого-то я похожа и интереса на кого. Вспоминай, пиши. Хочешь ли попасть в Victoria's Secret? В детстве очень хотела, сейчас понимаю, что возможно, благодаря вселенной которой можно замахнуться на что-то более интересное. Потому что Victoria's Secret это как какие-то рамки, я не знаю. Все считают, что это вышка, но я так не думаю. Интересно, в любом случае интересно попробовать, но чтобы в основном коллективе ходить и постоянно значиться в числе моделей, я бы не хотела. Со скольки лет ты понимала, что будешь моделью? Ну, начну с того, что я вообще не считаю себя моделью. Я помню, даже в первом классе я давала интервью, я хотела быть сначала геологом, но потом я говорила, что модельный бизнес, но я от этого отходила, отходила. В семнадцать лет я начала фотографироваться с фотографом, который живет в Чите, Кристина Казарина ее зовут, я про нее очень часто рассказываю. и с этого все началось. И мне так смешно, когда я читаю некоторые статьи в интернете обо мне, и там пишут о том, что Владислава начала свою модельную карьеру с одиннадцати лет, и я просто так, что? Какие одиннадцать лет? Я в семнадцать лет первый раз к фотографу попала в руке. Вообще, ну не слушайте никого. А как так не попала, Казарина мне сама написала в ВКонтакте, позвала меня сниматься. Я согласилась, и на протяжении трех месяцев мы никак не могли поработать, потому что находились в разных странах. И уже когда лето закончилось, мы отснились, и Кристина поняла, что все, что она меня к себе забрала. В школу моделей ходила в Чите, какая-то школа моделей была на родине. Не надо туда ходить, девочки. Это все не нужно. На вас смотришь жить, хочется реально, живи. Жизнь одна. На самом деле, с каждым днем я сталкиваюсь с людьми, которые просто тратят свое время впустую и не понимают, что сейчас самый прекрасный возраст реализовываться и добиваться чего-то. И очень на самом деле жаль, что мало кто это понимает. Общаешься со своими одноклассниками? Нет. Абсолютно ни с кем. Единственная мама мне постоянно звонит и передает приветы от Паши с Мишей, и я этих ребят очень люблю. А так нет. Если парень... Нет парня, как найти кастинги? Найди, пожалуйста, в интернете Анастасия Беляк. В принципе, можно найти на сайте missrussia.org, и там будет информация. Вредных привычек у меня нет. Как решилась на участие в конкурсе missrussia. В один прекрасный момент поняла, что очень давно я не выходила из зоны комфорта и остановилась в своем развитии. И кто-то ненароком сказал о том, что если не поучаствуешь, идет твой поезд и... Ну, все. И это меня очень сильно задело, и я пошла. Не пожалела. У тебя есть директор. Директор есть. Директор национального конкурса красоты Miss Russia, Лариса Тихонова. Еще четыре месяца у меня действует контракт с ними. И потом я ухожу в свободное плавание. Я не буду принадлежать никому. Ты успела пообщаться с Филиппинкой? Я думаю, что да, потому что во всех проходках в принципе я стояла за ней, рядышком с ней, и мы много болтали. Филиппинка просто солнышко по сравнению с... Ладно. Красиво, очень спасибо. Взгляд у вас протягательный. Привет, хорошейший. Спасибо, моя дорогая. Какой любимый цвет? У меня серый, белый, черный, коричневый и красный. Как обычно, красишься каждый день. Биби-крем. Порезам для губ. И все. И ресницы подкручиваю. Какие впечатления от Америки как страны? Хотела бы там жить? К сожалению, мне не удалось побывать в каких-то городах, кроме Лас-Вегаса. И могу сказать, что в Лас-Вегасе делать нечего, и вернуться бы туда я не хотела. Поскольку это город, такое впечатление, что создан исключительно для игры, потому что там заходишь в один отель, стоят столы игральные, очень много автоматов огромные, ковры разноцветные, нет окон вообще, и очень далеко двери. Ну и это людей затягивает, и они там с утра до ночи находятся. Я на самом деле так сильно удивлялась, и мне было так и жаль, потому что каждый раз вставая, просыпаясь, я просыпалась ей в 5-10, и идя на завтрак, и ложась спать, когда мы, ну, всевозможные выходы когда были, я смотрела, что люди и сидят, и играют, и не знаю, грустно, очень грустно. Потому что я понимаю, что будет с ними дальше, и никому такое не желаю. Цвет кожи просто идеальный, спасибо большое. Как тебе, Оливия Джордан? Общались с ней и производят впечатление высокомерной особы? Просто скажу одно слово, она актриса, и все, и мне кажется, этого достаточно. Очень хорошая актриса. Привет из Чуты и привет Чута. Как тебе, Ксения Дели? Очень красивая, приятная девочка. Я с ней знакома лично. Какие планы на вечер? У меня сегодня две встречи, и я хочу безумно в кино, но сейчас, к сожалению, ничего интересного не идет. Так, в Мисс России обязательный высокий рост? Нет, не обязательный. Я была одна из самых маленьких, и, тем не менее, попала в тройку. У меня рост метр семьдесят три, я думаю, что сейчас достала чуть повыше. Ну, не могу сказать, что я высокая. Выживший, Выжившего смотрела. Ди Каприо, муа! Оскар должен быть его. То есть фотосессии, ну, можно сказать и так. Думаю, быть отличной мамой. Спасибо огромное. Влюблена? Да. В свою работу. Рост важен в вашей работе. Только что говорила, что в моей конкретно истории нет. Чета, привет, Якутск тоже. Да, у вас рост идеальный. Спасибо. Ясно с тобой все. Пиши вопрос, отвечу. У меня задержка просто очень большая идет, и в раз приходит много-много вопросов. Любимая книга? Любимая книга? Атлант расправил плечи. Когда на родину приедешь? Я не знаю. На родину, когда, честно, не знаю, была несколько недель назад, наверное, первого числа была. Про Софию что? А про что про не отвечать? Как относишься? Нормально отношусь, мы не общаемся и после конкурса. Отношения не поддерживаем. Никогда не занималась спортивно-бальными. Занималась я с десяти лет и в течение четырех-трех лет где-то я занималась. Но я была очень высокой, и поэтому не могли мне никак найти мальчика, мне пришлось уйти. Какой клуб танцевала? Хип-твист. Красивее ее, спасибо. На вкус и цвет. Почему не ты мисс, ребята? Не ко мне вопросы. Ты мой идеал, спасибо огромное. Блин, как дела-то. Дела прекрасно. Как обычно, очень много работы. Ты должна была быть мисс. Ребят, я думаю, что для самой себя, для своих родителей я выиграла, а остальное уже не важно. Спасибо. Сейчас я в Москве. В квартире в своей. Ну как в своей. Я снимаю квартиру. Ты лучшая. Спасибо огромное. Кто поддерживал на конкурсе, мне кажется, что весь мой край, все мои друзья и родители, конечно, и это как минимум. Я думаю, что я скоро уже от вас уйду. Еще пять минут, разговариваю до пяти и все. Понравилось в Вегасе, Вегасе не понравилось. Туда возвращаться не хочу. Привет из Икутска. Здравствуй. Здравствуй. Сильно волновалась на конкурсе. На конкурсе Мисс Вселенная практически не волновалась вообще. На России было очень страшно. И я думаю, что опыт приходит с возрастом, как говорится, и со временем. Все было прекрасно на Вселенной. В руке телефон. Главная мечта стать мамой пятерых детей. Не удаляй трансляцию, пожалуйста. Не буду. Любимая страна Россия. Снимаю на свой телефон. У меня их несколько. Изменилась очень. Надеюсь, что в лучшую сторону. Куда посоветую съездить. Едем ко мне на родину. В мою любимую деревушку на конях покатаемся. Только летом. Там сейчас очень холодно. Я всем на самом деле, когда меня все спрашивают, и жюри на конкурсе в том числе, я рассказывала про это место. Я очень горжусь тем, что я родилась в Забайкале. И я очень рада, что я родилась не в Москве, и что родилась в обычной семье, потому что иначе я бы не была такой амбициозной. Минус 42, если будет точно. Ужас. Ужас. У нас минус 10, но у нас очень ветрено. И это, мне кажется, по ощущениям не так, конечно, как у вас, но тем не менее. Довольна ли ты тем, как выступила на Вселенной? Честно, очень. На России, если абсолютно нет, то на Вселенной очень довольна. Очень. Я думаю, в связи с политической ситуацией Россию просто завербовали. Это просто сказочное. Спасибо огромное. И мне изначально переводчики все сказали, что на место можно не рассчитывать и на топ-15 тоже, потому что политика у них огромную роль играет. Кто, по-твоему, должен быть победителем из Вселенной? Я считаю, что победила достойная. Привет из Читы. Да, привет. На кого училась лингвист-переводчик? Спасибо вам огромное. Здоровье, действительно. Для меня очень-очень самое главное, наверное. Мы любим тебя, а я вас. Сегодня проснулась, у меня 41 тысяча подписчиков, и не передать словами, как я рада. И поэтому я решила, что пора уже выходить на связь. Шикарно, спасибо. Учусь в РДН. У меня еще есть две минутки, и потом я побегу. И вечером, если я встречусь с одним другом, я, может быть, еще с ним иду на связь. Думаю, вам будет интересно, особенно тем, кто интересуется шоу-бизнесом, и в том числе индустрией именно певцов. На бюджете? Нет, у меня грант на образование, которое я выиграла на Мисс Россия. Тогда следующая трансляция, ребят, я не знаю, я честно постараюсь делать их почаще. Ты красивая девочка, счастье тебе огромное, спасибо огромное. Дай бог вам всего-всего. Ждем тебя, что тебе красавица. Приеду. Зима закончится, обязательно приеду. В какой школе училась? Училась я в 12-й многопрофильной гимназии. Расскажи про Моту. Ну а что про Матвея рассказывать? Хороший, очень приятный, очень добрый, очень человечный. Очень рада за них с Машей. Ребята помолвлены. Хороший он, очень хороший и приятный. Сколько вам лет? Девятнадцать. Прекрасный возраст. Отключайся уже, не отвлекаем тебя от дел. Честно, нет, иначе меня бы с вами не было, и я обещала, что я буду на связь. У меня еще есть чуть-чуть совсем времени. Шикарные волосы, спасибо, ребят. Зимой они очень сильно страдают. Очень ровно летятся, не знаю, что делать, завтра поеду в салон. Брови шикарные, спасибо. Я поменяла форму, привела их в порядок, но чувство не хватает мне их очень, но решила, что пусть будет так. Удивительное сочетание красоты и доброты, спасибо. Примерная дочь. Ну, можно сказать так. С кем ты живешь? Одна я живу. А у меня... Я сейчас покажу, с кем я живу. Та-дам! Я с котиком. Всегда с котиком ездим, даже в путешествии езжу. Как решилась уехать из Читы? Я просто лет в 14 сказала родителям, извините. Я... Казарина! Ты что меня палишь? А он остался... Я потом скажу у кого. Из Читы уехала легко, сказала родителям еще в 14 лет о том, что я уеду. Поэтому они были к этому готовы. Родные братья или сестры есть, есть сестричка Александра, очень красивая. Блондинка. Ангел. Спасибо. Ты подавала заявку на Россию в Питере. Я приезжала... Я каждый выходной летала в Москву, чтобы зарабатывать деньги, потому что с 19 лет... Ну, почти с 18 и чуть позже я перестала брать деньги у родителей. И мне нужно было ездить в Москву зарабатывать, поскольку в Питере абсолютно не развитый модельный бизнес. Я приезжала в Москву и как-то раз в Москве я пошла на кастинг и прошла его. Солнышко. Я, к сожалению, у меня зрение плохое, я не вижу, кто мне пишет в плане никнеймы. И я решила сделать операцию. Кто бы мне там что ни говорил, в первой трансляции я рассказывала о том, что у меня зрение минус пять с половиной, и оно остановилось, и мне дали добро на оперирование, и мне будут делать лазерную операцию. Я в линзах, да. Линзы у меня послабее, поэтому не вижу, кто мне пишет. Клип классный с тобой, спасибо. Я думаю, что я буду продолжать вас радовать еще долго и долго, потому что на данный момент я приняла участие уже в трех проектах, ну, в трех видеоклипах, и два еще не вышли просто. В каком районе живешь? В Москве в центре. Не боишься операции? Нет, я хочу это сделать. Потому что у меня есть пример Дашка Булавина, фотограф в Москве. Она сделала себе операцию, зрение вернула. Счастливая. Я очень сильно ей завидую. Доброй завистью, конечно, потому что я, к сожалению, не могу все видеть в таких красках, какие видите вы. В Иркутске была, была. В Иркутске я приезжала, когда я летала с Кристиной Казариной в Таиланд. И мы несколько дней были в Иркутске. Котик крутой, спасибо. Мне тоже нравится, он очень-очень мягкий и очень клевый. Ребенок я еще. А знаете, интересно было, мне всякий раз спрашивают у моей мамы, когда дочь замуж выдавать. И в этот раз Александре я привезла очень много коробок Лего. Она их обожает. И мы с ней сидели вместе, собирали и на это потратили где-то полдня. Мама очень долго смеялась, потому что когда сидит старшая дочь, которая на 11 лет старше, собирает и занимается тем, чем 9-летний ребенок. Какой замуж? У меня ребенок в Лего не наигрался. Поэтому не задавайте мне таких вопросов. Не тороплюсь, замуж еще нет? Не тороплюсь, я думаю, что у меня еще есть 5 лет. Котик породистый, котик все умеет. Красотка моя, спасибо. Машины у меня нет. Машины нет, прав нет. Это самое лучшее, спасибо. Темно так стало, потому что я сидела напротив окна и у нас очень быстро потемнело. Так, я думаю, что примерно 5 часов у нас уже улыбаюсь чаще. Я улыбаюсь постоянно. И ошибочно мнение людей, которые меня не знают о том, что я очень... Всегда, я не знаю, не то что злая, но недовольная еще что-то. Просто фотографии такие. Не более того. Удачи, спасибо. Куда торопишься? Я хочу встретиться с некоторыми ребятами, потому что в Москве всего 3 дня. Вчера мне удалось провести в порядок накоточки и встретиться с двумя своими друзьями. Ну, сегодня я с утра сделала кучу всего, но тем не менее мне хочется воспользоваться этой возможностью. Удачи тебе прекрасно, Дима. Спасибо, мои дорогие. И я была очень рада с вами поболтать. Извините, пожалуйста, что я так редко появляюсь перед вами, что редко выхожу на связь. Я очень постараюсь это исправить. Я думаю, что я тоже очень люблю. Выкладывая фото в инстаграм чаще, то вы знаете, я со временем понимаю, что я начала потихоньку отходить от этого. И сейчас я прекрасно понимаю Юлю Алипову, которая в свое время после участия во всех конкурсах просто ушла в семью. Я, конечно, этого делать не собираюсь, но теперь я ее очень хорошо понимаю. Из контакта я удалилась. Ну, как удалилась, я удалила всех, удалила все сообщения. Пришло, мне кажется, уже то время, осталось только в инстаграме. И я не любитель бесконечно фотографироваться, поэтому я стараюсь, очень стараюсь каждый день что-то постить. Ну, уж как-то получается. Ну все, трансляцию закончили. Спасибо огромное, что были со мной. Я вас люблю, целую, обнимаю. Постараюсь еще в этом месяце поболтать с вами. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok